Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Последние места в водных походах с 9 и 15 июня. Спешите! Центр активного отдыха «Летучий корабль». Телефон 457523. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Огромный-преогромный привет! Доброе утро! В эфире программа «Открывашка». Сегодня 19 февраля, в воскресенье. Программа как раз таки на своем месте. Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня будут у нас очередные интересные гости. Будет одна замечательная тема. Но в первую очередь я хочу вам напомнить номер нашего телефона 211-101. Вам пригодится и понадобится это для того, чтобы отвечать на вопросы, которые будут звучать в ходе программы. Ну и к тому же вы можете заглянуть в нашу студию. Это легко сделать. На сайте эхокирова.ру есть онлайн-видео и аудиотрансляция нашего эфира. У нас здесь очень здорово, интересно, многолюдно. Ну, в первую очередь я хочу представить моих соведущих, ребята в нашей студии. Соня Занько. Соня, привет! Привет! Саша Каплевич. Саша, доброе утро. И еще один наш гость Миша Голиков. Миша, привет! Привет! Что-то вы сегодня какие-то невеселые, я смотрю, до эфира что-то обсуждали, дела учебные, кто какие оценки получает. Как неделя ты прошла в школе? Нормально. Хорошо? Соня, какие отметки получала на неделю? Ну, есть хорошие, есть плохие. Саша, у тебя как дела в школе? Нормально. Нормально? Лучше учиться стал. Лучше учиться стал. Тебя заставляют родители или ты сам как-то понимаешь? Нет, у меня есть мотивация. Какая у тебя мотивация? Ну, ноутбук. Ноутбук? Да, потому что у меня был ноутбук, мне папа его привез. Мама как достала работать, она оккупировала мой и сейчас не дает мне послушать музыку или еще что-то сделать. То есть перед тобой стоит задача, да? Будешь хорошо учиться, будет у тебя свой собственный ноутбук. Да, 10 пятерок. Вы знаете, завтра наступает неделя, она очень интересная. Во-первых, там будет мужской праздник 23 февраля, да? Да. Не учимся. Да, и в связи с этим будет целых 4 дня выходных. Это вас радует? Да. Нет, не 4 дня. Почему? Все переносит у нас на весенние праздники, потому что у нас увеличили каликулы в корпусе. А нам сказали, что наш класс будет учиться в пятницу после 23 февраля. В пятницу 24 февраля вы будете учиться. А мы еще в субботу, потому что у нас корпус другой. То есть для вас это не слишком весело? Нет, весело. Все отдыхают, а вам все-таки придется еще учиться. А у нас просто нету первых двух уроков в субботу, отменили. И вот на этой неделе у нас кучи уроков просто не было. Их отменили из-за того, что праздники. Ну, вы прекрасно знаете, что следующая неделя будет еще и масленичная неделя. Как раз таки с понедельника, с завтрашнего дня начинается. И уже надо готовиться по традиции. Какие вы традиции связанные с масленицей знаете? Блины есть, много блинов. Сжигание чучела. Сжигание чучела, да. Что еще? Взятие снежного городка. Взятие снежного городка. Еще какие традиции есть? Ну, мы захватываем холм. Кто городок, кто холм. Соня, какие традиции есть? Я вообще на масленицу в школу не хожу. Просто мы дома отмечаем с блинами. Дома с блинами. По-моему, можно каждый день блины. Блины еще со сметаной есть надо. Маслениц. Со сметаной, с медом, с вареньем. Там много вообще разных традиций. А знаете ли вы, что масленица – это все-таки веселый праздник, да? Прощание с зимой. И нужно обязательно исполнять какие-то праздничные композиции, песни. Обязательно хороводы водить. Свистульки свистить. Да. И у нас сегодня в студии присутствуют замечательные веселые ребята. Они к нам пришли из Центра активного отдыха «Летучий корабль». Я их представлю. Анна Тюкова, Игорь Платунов и Александр Смышляев. Добрый день, ребята. Добрый день. Да, вы пришли не с пустыми руками. Они принесли к нам огромное количество всевозможных поделок. Вы чуть позже обо всем об этом, конечно же, расскажете. Но в первую очередь мы хотим с ребятами вас попросить нам что-нибудь исполнить такое задорное, масленичное. Веселенькое. Готовы? Готовы? Мы послушаем. Весна пришла. Готовы? 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 в этом могут поучаствовать, сказав слова свои за клички. Это то, что вы раздали нам? Да, нам сейчас? Давайте каждый произнесет, что там написано. Только надо так, чтобы прям точно весна пришла. Соня, давай, громко. Я не умею громко. Ну, как убьюшка, говорится. Маслинца, лезь на горку, позови нам ясну зорьку. С льном высоким, с корнем глубоким, с хлебом обильным. Весна, весна, весна красна, приди к нам с радостью, с великой милостью. Ну, и я тоже свою произнесу. Обманула, провела, в закоулок завела, дала редький хвост на великий пост. Вот так вот. Я предлагаю еще одного нашего гостя сейчас поприветствовать. У нас в студии историк Владимир Кашунков. Владимир Анатольевич, добрый день. Доброе утро, вернее. Здравствуйте. Поближе к микрофону. Давайте начнем с вопроса сразу же нашим слушателям. 211-101. 211-101. Задавайте вопрос. Нет, вернее, Соня, наверное, сначала озвучит те призы, которые у нас сегодня есть. Затем будет вопрос. У нас есть книга Сэра Стива Стивенсона Агата Мистери Меч Короля Шотландии. Книга Алана Брэндли Флавия Де Люс ведет расследование О, я от призраков больна. Книга секретов для мальчишек. Большая книга для мальчиков. Слово о полку Игорева. Береты в Киномакс. Приглашение на две персоны на масленицу в заповедник сказок. Приглашение на две персоны на спектакль в волшебное колечко в театр над Спаской. Отлично. Вот такие у нас сегодня призы. 211-101. Итак, вопрос. Да, у меня есть вопрос нашим слушателям с двумя вариантами ответа. Самый простой вопрос. Почему масленица так называлась? А первый вариант ответа. Ну, потому что ели масляную еду. Но есть и второй вариант ответа. Потому что борцы на масленицу перед тем, как вступать в поединки, обмазывали свое тело маслом. Вот такой вопрос, такие варианты ответа. 211-101. Ждем ваших звонков. Как вы думаете? Я спрашиваю ребят в студии вот насчет вариантов ответа. Я думаю. Наверное, не надо подсказывать. Лучше я нашим соведущим другой вопрос задам. Давайте. А пока ждем звонков, да. Я соведущим могу задать вопрос, почему... Да, какой у нас главный вкусный символ масленицы? Блины. Но это еще не вопрос. Вопрос сейчас будет. Почему блин круглый? Потому что солнце. Ну и что, что солнце? Солнце. Солнце начинает пригревать весной. А масленица же была языческим праздником. А у них главное это солнце. И они все делали, да. Все в виде солнца они делали, потому что... Ну, вы молодцы. Одно из ключевых слов прозвучало, да? Вы молодцы, да. Вы такие серьезные. Давайте примем звонок. Можно? Кто будет приветствовать слушателя? Давай, Саша, ты. Привет. Как тебя зовут? Привет. Привет. Я... Я Артур. Сколько тебе лет? И мне 10 лет. И с какой ты школой? Я из школы ВГГ. Мой одноклассник. Давай ответ на вопрос. Узнали друг друга. Хорошо. Владимир Анатольевич, повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Ответ на вопрос. Это то, что ели масляную еду. И поэтому масленица так называется. Да. А как же борцы, которые тоже маслом могли обмазываться, а потом вступать в единоборство? Мне кажется, это не очень удобно. Почему? Потому что скользить буду. А что, Артур думает, он еще с нами? Да, с нами. Да. Я думаю, потому что ели масляную еду. Ну, я думаю, это правильный ответ. Ну, а что касается второго варианта, поясните. Ну, у нас же еще зима в этом. Ну, по крайней мере, у нас холод еще, даже если мы весну встречаем. И, наверное, обмазываться полуголым спортсменом, а потом бороться в сугробах, это как-то было бы не очень. Это в Древней Греции так делали. И комфортно, холодновато еще. Артур, мы тебя поздравляем. Пожалуйста, выбирай тот приз, который тебе больше всего нравится. Ты их помнишь или перечислить тебе? Можно еще перечислить. Ты хочешь книгу или приглашение куда-нибудь? А можете, пожалуйста, сказать, вот билет в Киномакс это на любой фильм, да? Да, на любой фильм, на любой сеанс. В любое время удобно и можешь сходить. Можно там тогда... Ну? Сколько билетов? Один билет на двух человек. А можно тогда его? Билет в Киномакс хочешь, да? Хорошо, хорошо. Не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором, тебе объяснят, где можно будет забрать. Что ты хочешь? Ручку. А, ручку. Сейчас ты хочешь вычеркнуть просто-напросто, да? А можно мы вернемся к вопросу о том, почему, блин, круглый-то? Ведь мне так понравилось, что наши соведущие начали научные гипотезы о том, что языческий праздник, наверное, языческий, кстати говоря. Да. О том, что солнце... Ну, вот не знаю, знаете, солнце, оно летом жарит, оно зимой бывает. Не было квадратных сковородок. Да? Да. Ну, просто потому что, во-первых, зимой солнца не очень много, оно почти что не появляется, а весной... А весной... Так, так, давайте не разом. Возрождение какое-то происходит, природа, и солнце пригревать начинает. Ага, когда они едят блины, у них внутри все нагревается. Может быть. Вы знаете, я даже немножко передумал. Я-то загадал ответ, вот я думал, и ответ сам себе загадал о том, что потому что сковородка круглая, поэтому блин круглый. Но вы меня убеждаете, может быть, блин и символ солнца, да. Еще потому что не было квадратной сковородки. Да. Логично. Спасибо. Хорошо, продолжаем. У меня есть еще вопросы. Вот кому мы можем задать этот вопрос? Может быть, слушателям зададим? Давайте слушателям зададим. Вопрос такой. Только пусть ведущие сами не отвечают. Сразу. А почему чучело-масленица обычно бывало в женском обличье? Женское платье там... Это мы слушателям задаем. Да, слушателям. Почему в женском обличье? А не в мужском. И не в зверином, например. 211-101. Мальчишки, девчонки, хватайте. Телефон, звоните, отвечайте на вопрос. Почему чучело-масленица именно в женском обличье? А, кстати, когда сжигается-то чучело-масленица, ребят, вы знаете? После праздника. Ну, в начале праздника, в середине, в конце праздника. В конце. В конце. Правильно? В конце, Владимир Анатольевич? В конце, в конце. Почему именно в конце это происходит? На звонок. Звонок. Ну, давайте, хорошо, примем. Потом вернемся к нашему разговору. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Савелий. Сколько тебе лет? Девять. Из какой-то школы? Из десятой. Давай ответ на вопрос. Я думаю, потому что зима. Потому что это зима в обличье. Женского рода. А зима, она женская, а не мужская. А вот Дед Мороз, он мужчина. Даже дедушка. Но он-то символ праздника Нового года, а не сам. Да, это правда, это правда. Вопрос был, почему чучело-масленица обычно в женском обличье? А можно ответ правильно считать? Ответ, потому что зима. Ну, я думаю, что тут надо немножко, может быть, подсказать Савелью. Но, в основном, правильно, да? А давайте я подскажу. Давайте, покажите. Савелий и вам тоже сразу. Вот иногда на русских народных лубочных картинках рисовали и масленицу, ну, конечно, как женщину, и семик, другой народный праздник. Семик там добрый молодец. Вот почему семик добрый молодец, а масленица – женщина-барышня? Так, Савелий, вот такая вот подсказка. Так и наши ведущие могут сейчас что-нибудь, наверное, подсказать. Потому что... Давайте размышлять логично. Масленица представляет собой праздник проводов зимы, и, может, поэтому она тоже женского рода. То есть Соня согласна с Савелием, потому что зима, а семик добрый молодец. Семик празднуется у нас, ну, примерно в мае. Так что с Савелием-то будем делать? Сейчас, ну, я думаю, что мы ему приз-то дадим. Конечно, дадим. Да. Если Соня согласна с Савелием, надо приз давать. Согласна. Давайте дадим. Савелий, что ты хочешь получить? Билеты на масленицу. Билеты на масленицу. Отлично. Ты их получишь? Хорошо, Савелий, не клади трубку, билеты твои. Тебе объяснят сейчас, куда подойти, чтобы забрать эти свои билеты. Так, дальше прокомментируйте, пожалуйста. А можно я свой вопрос прокомментирую? Мне даже как неловко перед такими серьезными людьми свои простые ответы давать. У меня была такая мысль, что слово масленица в русском языке – это существительное женского рода. Ну, она женского рода. Ну, так что ж вы не сказали. А семик мужского рода. Вот семик добрый молодец на картинках, а масленица – барышня. Так это же логично. Спасибо. Почему вы это не сказали сами? Нет, ну, это очевидно, хотел сказать. Саша, да. Саша прав, да. По-моему, очевидно. А можно еще вопросик? Нашим ребятам, которые в студии. А лучше ребятам, да. Давайте. Я готов вступить в научную дискуссию с этими серьезными людьми. Почему масленица бывает в разные сроки? А это зависит от Пасхи. Вот сейчас. А какая связь между масленицей и Пасхой? Пост. Пост. Так. Мостик такой перебрасывается. Что такое пост? Что такое пост и почему он великий? Это время, когда нельзя есть какую-то жирную очень еду, когда нужно ограничивать себя в пище. Да. Ребята в правильном направлении-то размышляют? Да, конечно, абсолютно. В правильном. Да, да. И есть четыре поста у православных христиан в течение года. И вот этот пост, который за масленицей, он называется великий, потому что он очень долгий. Семь недель. И он самый строгий из четырех. Ну, и самый строгий, да. А это правда, что детям не обязательно ведь пост принимать? Ну, я не священник, но священники говорят, что не обязательно. Детям, путешествующим, воинам не обязательно. А откуда ты это знаешь? Потому что нужны силы? Конечно. Ребятам нужно расти все-таки, да? Ограничивать себя в пище нежелательно. А великий пост, он настолько строгий, что не только мясо нельзя, и рыбу нельзя, но даже молочную пищу нельзя. Может быть, поэтому масленица, она связана с маслом, причем маслом животным, не растительным, не подсолнечным или конопляным, а именно со сливочным маслом. Вот наедались побольше масла. Ну, потому что потом будет семь недель, и чтобы было легче перенести то время, когда еды будет не очень много, когда тебе будут давать еду, но ты не будешь есть жирную пищу конкретно. Толстее мы худеем. Ну, да, ну, да. А, Владимир Анатольевич, я все-таки предлагаю немножко по истории пройтись, да, вообще, как долго, как много времени уже масленица празднуется. Ребят, вы знаете? Нет. Ну, говорят, что корни уходили в древность, но поскольку это ведь языческий праздник. А древность это сколько? Год, два, десятилетие, век или много веков? Ну, точно не год, два, потому что... Несколько веков. Если это праздник языческий, то точно не год, два. Вот у меня тогда сразу такое соображение. А вот по каким признакам мы можем судить, что праздники языческие, а не христианские, не православные? Потому что там масленица, это как идол, и его зажигали. Чучело. Чучело-масленица, да? С богослужением в церкви. Ну, было весь, ну, такие веселые хороводы и... На масленицу никто чучело в честь богинной зимы? Возможно. Чучело, которое сжигают, это не христианские обычаи. На масленицу не дарят подарки, а на Рождество, вот на эти праздники подарки дарят. Потому что... То есть сегодня у нас не будет подарков? Нет. А вы слушателям сейчас не подарки дарите? Да, вы слушателям вопросы задаем, они отвечают мне. А у меня дела, почему? Дело в том, что... Дело в том, что... Уже шест, на который заползали, и можно было что-нибудь там достать. Просто в церковные праздники всякие христианства, вот эти... Разные. Надо было принято отдавать, дарить подарки. А в этот праздник было подарки дарить не обязательно. Можно было просто сидеть дома и один блин и есть. А мне кажется, потому что были веселые хороводы, какие-то празднества. Когда все собирались на улицу и как бы прогоняли зиму, пели. Просто в христианстве более скромные такие праздники, и там все тихо происходит. Более домашние такие, когда просто семья содержится. Ну, еще там гости, делица. Матреница, там, приходишь, веселишься, как день рождения чей-то. Владимир Анатольевич, направляйте, чтобы мы какой-то есть не пришли. Это верные рассуждения, да, потому что вот почти все обычаи и обряды, которые внутри Масленичной недели бывают, они почти все, ну, совсем не церковные. Там буйное веселье, там жирная пища, там иногда у взрослых и выпивка бывает, там катание с горок ледяных. Причем не только ведь молодые катаются, но даже крестьянские бабушки катались. И говорили, чем дольше я укачусь с ледяной горки, тем длиннее ли он вырастет. Вот. И все это ведь совсем не церковное. Так что может быть действительно языческий праздник. Ну, а точно можно сказать или примерно точно? Сколько уже Масленица отмечается вообще? Ну, мы знаем, что до Петровских времена, в 15-м, 16-м, 17-м веке, это довольно давно, иностранцы, которые приезжали в Россию, в Москву, они уже видели этот разгульный праздник, удивлялись ему, потому что очень буйно справляли русские люди этот праздник, и записывали в своих записках. И вот мы знаем, что лет 500 назад она уже точно была, а может быть и раньше. А я слышала, что пригласили потом на Масленицу как-то Европу, каких-то людей из Европы. Это уже когда? Во времена Петра Великого? Да-да-да, во время Петра еще больше было иностранцев, они были в Москве и в новой столице Петербурга, и они тоже записывали потрясающие русские обычаи. Ну, например, на крещение посреди зимы русские люди прыгали в ледяные проруби, в воду. Иностранцы так не делали. А Масленица – это неделя вот такого разгула, которого не было у европейцев. Хотя, вообще-то говоря, был один праздник, и даже есть один праздник в Западной Европе и в Латинской Америке, который по времени похож на нашу Масленицу, да немножко и по существу такой же веселый. Но он тоже символизирует уход зимы, встречу весны, смысл такой. Да, это весной, это накануне Великого Поста, который у католиков тоже отмечался. Какой же это праздник? А давайте я нашим экспертам, нашим соведущим просто варианты дам. Может быть, это день рождения Английской Королевы, или, может быть, это карнавал, или, может быть, это Рождество Христово. Саша, какой праздник похож на нашу Масленицу в Западной Европе и в Латинской Америке? Ну, давайте рассуждать. Миша, ты знаешь? А еще можно повторить? День рождения Английской Королевы. А еще можно повторить? Карнавал. Или Рождество Христово. Рождество Христово, потому что нам рассказывали, там у них принято было дарить одному человеку такую кучу подарков, что под елкой не могли уместиться даже для одного человека подарки. Саша, Саша, по времени тоже. Ну, по времени тоже подходишь. Саша, ну, Западный мир, ты знаешь, когда празднуют Рождество? Осталось два варианта. Да. Остался карнавал и день рождения Английской Королевы. Кстати, я не знаю, когда бывает день рождения Английской Королевы. Что веселее, на ваш взгляд? Карнавал. Конечно, карнавал, да. Ну что, может, тоже веселый день рождения? Ведь все-таки торжественные. Карнавал тоже перед постом. Вот обратите внимание, какая получается интересная такая логика. Такая вот люди знали, что будет большой пост, и православные люди на Руси, и католики в Южной Европе, и в Латинской Америке. И поэтому они старались вот так, знаете, бурно отметить наступление поста, чтобы потом уже вести себя скромно, тихо, и не лопать, например, скоромную пищу, которую нельзя. Я предлагаю еще один вопрос задать нашим слушателям, 211-101. Сейчас ребята будут задавать, или, Владимир Анатольевич, вы еще зададите. Давайте, ребята. Кто будет задавать? А может, Миша? Миша что-то у нас молчит сегодня больше. Миша, давай, задавай вопрос. Вот какое изначальное значение в поговорке «первый блин комом»? Каково значение, искомное первоначальное, в поговорке «первый блин комом»? 211-101. А сейчас мы иначе это понимаем, что ли? Сейчас другое значение? Но Миша имеет в виду, наверное, происхождение этого выражения. Происхождение. Вот почему стали говорить «первый блин комом» о всякой неудаче? Да. То есть что такое произошло? Что стало значить эта поговорка? 211-101. Соня пока может напомнить, какие призывы у нас остались. Соня, напоминай. У нас есть книги и приглашения. Книга «Агата. Мистери. Меч короля Шотландии». Книга «Флавия Делюкс ведет расследование». «Ой, я от призраков больна». Книга «Секретов для мальчишек». Большая книга для мальчиков. Слово о полку Игореве. Приглашение на две персоны на спектакль «Волшебное колечко» в театре с Паской. Отлично. 211-101. Призов у нас еще много. Вам нужно только лишь дозвониться, правильно ответить на вопрос. Не стесняйтесь, мы будем подсказывать, будем направлять. Постараемся, чтобы никто без призов не остался. Вот я еще хочу Владимиру Анатольевичу спросить. У нас, если говорить о старине, там, в Вятске, губернии на Вятке, были какие-то особенности празднования Масленицы? Наши местные какие-то, специфические. Ну, вы знаете, иногда... Звонок! Хорошо, ответите чуть позже. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Степа. Сколько тебе лет? Из какой? Мне 10 лет. Из какой-то школы? Из 28-й. Давай ответ на вопрос. Ответ на вопрос, потому что колобок был... Это связано с колобком, потому что он был круглый. То есть... А разве колобка поджаривали? Первый блин комом. На сковородке. Биш, можешь подсказать? Как-то ближе уже к правильному ответу. Ну, это неправильный ответ. Неправильный. Неправильный ответ. Ну, может, мы подскажем все-таки? Ну, колобок ведь похож на ком, правда? Может, немножко правильный? Это большая булка. Нет? Это вообще булка. Неправильный? Неправильный. Что, будем еще тогда приглашать кого-то звонить? Ну, хорошо. 211-101. Мы ждем следующего претендента на наш приз. Но для этого нужно правильно ответить. Первоначальное значение поговорки о первой блинкома. Так, специфика. У нас на Вятке была какая-то празднование Масленицы? По обычаям и обрядам Вятский край вообще, ну, на мой взгляд, это такой кусочек Древней Руси. Вот русские люди тут уже очень давно, они принесли сюда древнейшие обычаи, которые сохранялись до позднего времени, ну, до начала XX века. И, в общем-то, вот все признаки Масленицы, катание с гор, кулачные бои, кстати, вот мы их не обсудили, изжигание чучела, вот все-все-все это было у нас здесь даже интереснее, чем в других русских местах. А особенность катания с гор такая, катались молодожены на шестах, вот прям так и говорили, на шестах. То есть не просто горку делали, а прикрепляли длинные деревянные такие палки шесты. Ну, или жерди, да? Да, жерди, да-да-да, обливали их водой, чтобы это скользило лучше. И потом парни и девушки, держась за руки, по этим шестам скатывались. Это целое такое, знаете, гимнастическое упражнение. Сива Звонок! Давайте. Миш, приветствую слушателя. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Севолос. Сколько тебе лет? Одиннадцать. И твой ответ на вопрос? Да. Да, отвечай, мы слушаем. Первый блин комом, это значит первый блин медведям. Правильно. Поясни, почему так, Миша? Потому что на Руси первые блины всегда отдавали медведям. Медведям? Да. Но на каждой улице ходили медведи. Да, я сейчас тебе трудно представляю, где медведи на них. К берлоге? К берлоге. А он же спит. Или он просыпается? Когда они просыпаются. Ага, ясно. Ну, Всеволод, правильно ответил, да? Всеволод, может, ты хочешь книжку в подарок получить? Книжка про мальчиков? У нас тут что-то есть, да? Или что-то другое хочешь? Хочу билеты. А куда билеты? Соня, напомни, пожалуйста, куда билеты. У нас есть только приглашение на две персоны на спектакль «Волшебное колечко» в театре с Паской. Ну, как тебе? Ну, как тебе? Всеволод. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку наш редактор объяснит, где и как билеты эти можно забрать. Можно я задам вопрос слушателям? Слушателям? Нет, подожди. У нас сейчас должна быть очередная музыкальная композиция. Но перед этим я предлагаю поблагодарить нашего гостя, историка Владимира Кушенкова. Спасибо большое за... Спасибо вам за ваши визиты и за ваш рассказ. Ну, и я сейчас попрошу следующую композицию ребят из «Летучего корабля» Центра активного отдыха исполнить. И затем мы уже будем непосредственно с ними общаться. Ну, что-то веселое и масленичное, да, будет, Аня? Надо. А мы хотели петрушку послужить. Петрушку? А, у нас будет заготовочка сейчас. Звукорежиссер у нас готов? Да? Все в порядке? Сейчас напомню, что гости у нас из Центра активного отдыха «Летучий корабль» Тюкова, Игорь Плутунов и Саша Смышляев. Готовы? Будем слушать. Поехали. Кому в жизни горе не знать, а кому щей хворостиной хлебать? Поклон тебе, честной народ, от Петра Петровича Уксусова. Паренек я известный, из крутого наверчим теста. На месте не сижу, весь в делах, как в шелках, а сижу на бобах. Пленов так отведать хочу, что неделю на одной ноге скачу. А с гор так тянет скатиться, что левый глаз в темноте начинает светиться. На ярмарку хочу попасть, да в карманах одни дыры, некуда рубль класть. Замечательно. Кто это? Еще раз напомню, давайте. Аня. Это герой старинных русских театров, народных театров, обязательно народных. Его звали Петрушка. У него было очень много интересных имен. Любимое имя Петр Петрович Уксусов. Уксусов? Уксусов. Вот можно даже спросить у ребят, какого цвета у Петра Петровича Уксусова была всегда рубашка. Красная. Конечно, это рубашка красного цвета. Вот сейчас Владимир Анатольевич рассказал много интересного и наводящих вопросов задал о том, как в старину масленицу встречали. А мы в нашем завоеднике сказок вот уже более 10 лет делаем масленицу для ребят наших настоящего времени. И понимаем, что народные забавы, они идут прекрасно и на взрослых, и на детей, и не обязательно в старинные времена, но и в настоящее время. Ну, кстати, в доповеднике сказок вы ведь не только в масленичную неделю, да, по-моему, празднуете и приглашаете гостей, а у вас там более такой расширенный период. Она у нас расширенного периода, потому что в неделю масленичных гуляний мы не вписываемся, но именно со следующей недели начинается масленица явная, настоящая. И, конечно, она у нас там проходит. Кстати, какое отношение непосредственно Петрушка так масленица имеет? Именно Петрушка такое воплощение народного разгула, он мог сказать какие угодно шутки, и народ его очень любил. И на масленичные гуляния, на ярмарке всегда приглашали балаганы с Петрушкой, и Петрушчьи театры были на Руси очень любимы. Ещё Петрушку в салат ложат. Петрушку кладут, потому что он любимое такое название. Ну вот у нас Игорь сегодня в костюме Петрушки. Петрушки нет, можно сказать, да, Игорь? Да, можно. Колпак на голове, колпак на голове красного цвета. И такой же задорный у него характер, такой же нравственный. А он, как Петрушка, фляки может делать. Фляки? Да, запросто. Фляки – это прыжок, да? Да, вперёд-назад. Назад, понятно. Давайте вопрос нашим слушателям зададим. Аня, есть вопрос? Да, вопрос у нас будет. 211-211, напомню, номер нашего телефона, да. Вопрос будет такой. Как на масленичной неделе, а как известно, на масленичной неделе каждый день недели имеет своё название, назывался четверг? Как называется четверг на масленичной неделе? Но я предлагаю тогда другие эти дни перечислить всё-таки. Отлично, а может быть, ребята знают? Нет, нет, про четверг молчок. Про четверг молчок. Первый день недели на масленице. Завтра, как называется? Вот понедельник на масленичной неделе, как называется? Не знаю. Очень простое название. Встреча. Встреча. Масленица идёт. Встречаем. Всё очень просто. Старинов. На встречу Масленицы. Масленицу садили в сани, встречали её и так далее. Но на самом деле в каждой губернии были свои традиции и обряды. Но мы очень любим эту тему рассказывать для наших ребят, потому что она всегда идёт на ура. И за 10 лет у нас было очень много разных сценариев наших Маслениц. И один из вариантов был, мы всю программу построили именно на этих семи днях недели. Итак, понедельник, встреча. Итак, встреча. На самом деле, насколько я знаю, к Масленице заранее можно готовиться и нужно готовиться. Да, в первую очередь расширять резинки на юбках. Резинки на юбках, чтобы больше пищи вошло. Понятно. Итак, напомним вопрос, который мы слушателям задали. 211 из 101. Мальчишки, девчонки, звоните. Как называется четверг на Масленичной неделе? Далее, вторник. Все залезут в Википедию. Ну, а что, у нас это разрешается делать. Почему бы и нет? Вторник назывался «Заигрыш». «Заигрыш» – это начало разных игр. Люди вываливали на улицу, начинали. Подожди, мы сегодня говорим, что как-то в прошедшем времени назывался. Он и называется. Он и сейчас, конечно. Называется, да. Так что следующий вторник на следующем деле будет называться «Заигрыш». «Заигрыш». А кто с кем заигрывает, ребят? «Заигрывает», конечно. И девчонки с парнями, с красными молодцами, красной девицей. И вообще масленичный праздник, он такой очень заигрывательный. Дальше. Среда. Любимейший день – это лакомка. Так что вот… Звонок. Подождите, подождите. Сейчас подождет наш слушатель или не слушатель. У нас есть лакомое угощение. Какое это угощение? Блины. Как ни странно, они на квадратной сковородке сегодня. Так что угощаемся. У нас современный, у нас квадратный поднос. Да, маслица на все времена, поэтому мы ее немножко апгрейдили. Итак, давайте примем звонок. Мы как раз уже к четвергу приблизились уже в своем повествовании. Соня, приветствуй. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Кристина. Сколько тебе лет? Мне 12 лет. Где ты учишься? Я учусь в четвертой школе в Москве. А чем ты любишь заниматься? А я рисую. Очень хорошее занятие. Итак, как же называется четверг на масленичной неделе? Твой ответ. Игры. Аня. Ну, игры, конечно, там проводились, безусловно. Но у четверга есть такое явное-явное название. Он такой не узкий, не маленький, а прямо посреди недели. И он такой... Широкий? Да. Спасибо, Владимир. Именно широкий четверг. Широкий четверг. Ну, игры там, безусловно, присутствовали. Как одна из самых главных составляющих, да? В общем, ты победила. Мы тебе готовы подарить тот приз, который ты сейчас выберешь. Ты хочешь книгу, да? Да. Книжку. У нас есть книга Агата Мистери Меч Короля Шотландии. Книга Флавия Делюс ведет расследование «О, я от призраков больна». И слово о полку Игореве. Что ты выбираешь? Какую книжку? Вторую. Вторую. То есть «О, я от призраков больна», да? Да, вот это. Да. Отлично. Хорошая книжка. Хорошего дня тебе, хорошего настроения. Мы позже еще будем задавать вопросы. Безусловно, не клади трубку, тебе наш редактор пояснит. Так, продолжаем. Вот как раз-таки кулачные бои, да, проходили? Кулачные бои любимая забава широкого четверга. И я хотела бы сейчас здесь прямо устроить небольшой кулачный бой с разрешением ведущего. Кулачный бой? Да, пожалуйста. Но это не простой кулачный бой, а кулачный бой с помощью вот таких замечательных народных кукол. Предлагаю нашим мальчишкам взять. Да, напомню, если у вас есть возможность, наши слушатели, заходить на сайтах, кирова.ру, видеотрансляция есть, видеокамера у нас в студии присутствует. И вот сейчас Саша и Миша взяли куклы. В ручках заложены грузики, и этими грузиками нужно сбить с головы шапку. Если получится сбить шапку, кто смел да удал, шапку с головы сорвал. Шапочку? Нет, нет, нужно ее не сильно натянуть. А именно на макушечке просто оставить, чтобы это было более-менее удобно. Вот, отлично. Так, бережем микрофон. Все, отлично. Побеждает у нас Миша. Михаил, мы тебя поздравляем, ты у нас победитель этого кулачного бой. Такие бои, это забава для детей именно, да, в Масленице была? Да, но дети у нас не гнушались и настоящими, так скажем, кулачными забавами. Вот сейчас, Соня, как это называется? Просто сейчас ребята. А это еще одни свистульки. И вот к свистулькам я хочу задать еще один вопрос. Вопрос с ребятами или слушателям нашим? Давайте слушателям. Слушателям. В какого числа проходило пробуждение Кикиморы-Вятской? Ну, не обязательно Вятской, вообще просто Кикимор. Вообще Кикимор, в принципе. Просыпалось какого числа? Дозвонитесь к нам, 201-101, и выскажите свое предположение, или, может быть, вы точно знаете, какого же числа просыпается Кикимора. А у нас в классе решила по-русскому строить конкурс Кикимор. Конкурс Кикимор? Да, у нас девочки ходят нечесанные, и она решила сделать такой вот конкурс. Саша, ты сейчас на полном серьезе? Да, она устроила конфетку тому, кто придет самый нечесанный. Только она сказала, что специально приходить распущенной нельзя. Да, Соня, ты тянешь руку? Да, у нас тоже был такой праздник про Кикимор, когда девочек с длинными волосами, там, мы шили костюмы, которые можно отрывать, чтобы там вредить, что-то делать. Так, прям, все ходили нечесанно. Кстати, а вы знаете, ребят, Кикимора это какой, положительный или отрицательный персонаж? И вообще в чем ее предназначение-то? Отрицательный. Отрицательный? А, нет, правда? Ну, на этот счет очень много версий, потому что одна из версий, что Кикимора помогала хозяйкам прясть пряжу, веретено, завивать нитку. Вот Кикимора из нежить. Есть Кикимора домашняя, а вот та самая болотная, ну, вот, есть и такое счет. Говорят, что сама звонок, но есть болотная, а есть еще и домашняя. Домашняя, она жена домового. Она такая довольно помощница. Звонок. У нас звонок. Миша, принимай звонок, беседуй. Привет. Привет. Как тебя зовут? Оля. Сколько тебе лет? Девять. И твой ответ на вопрос? Я считаю, Кикимора просылается 1 марта. Молодец, абсолютно точно. Отлично, да. Именно 1 марта Кикимора просыпается. А потом еще лешего будет. Ну, потом вслед за ней вся весна. Почему именно 1 марта? 1 марта, день Марияны Кикиморы. Да-да, слышим тебя. Потому что она просыпается с зимной спячки. Да, верно. То есть начинается весна. Весна пришла, Кикимора пришла, логично. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь получить? У нас, получается, книжки, да, только остались? У нас остались книги, книга секретов для мальчишек, большая книга для мальчиков, слово о полку Игореве и книга Агата Мистери «Меч короля Шотландии». Можно книгу «Меч короля Шотландии». «Меч короля Шотландии». Отлично, все книжка твоя. Тебе останется только прийти к ней. О том, куда и когда можно прийти, пожалуйста, не клади трубку, сейчас пообщайся с нашим редактором. Ну, кстати, вы знаете, ребята, в нашем городе есть так называемая Кикиморская гора? Да. Федя уже говорил о ней. Представляете, где она находится? Федя Рычков – это ваш друг. Он там на водопроводной улице живет. Тоже участник передачи. Да, раньше была рядом с Кикиморской горой, и он рассказывал. Улица Кикиморская. И вот что удивительно, в этом году именно в заповеднике сказок Масленица проходит с использованием мотивов истории Вятки. И вот этот мотив – основание города и о том, как новгородские ушкольники основывали город сначала на Кикиморской горе, а потом все бревна были раскатаны, перенесены вниз по течению, он у нас активно используется. Так что в этом году такая у нас крыльевеческая Масленица очень интересная. А может, вы что-нибудь еще исполните нам? Да, я хочу перед тем, как исполнить, хочу задать нашим радиослушателям такую загадку. Смогут ли они продолжить частушку? А мы начнем частушку петь, а там, может, и звонок подойдет. Итак, частушка вот такая. Как на Масляной неделе из печи блины летели. Шире открывай роток. И вот ваш вариант. И строчка, да, там остается одна? Да. Сразу ассоциация? Ну вот давай, пусть у нас, как на Масляной неделе, из печи блины летели. Шире открывай роток, и какой-то вот будет тут стишок. А можно прилететь туда блинок? Ну вот хорошая версия. Залетай ко мне блинок. Ну все-все, пошла фантазия. Давайте послушаем версию радиослушателя. Ну, споете? Да. Споете, исполните, готовы. Напомню, что гости из заповедника сказок у нас. Центр активного отдыха, летучий корабль. Анна Тюкова, Игорь Платунов, Саша Смышляев. Вот ребята сейчас, парни, поднимаются со своего места. Они из крутого наверчат теста. В руках гармонь. Распоемся, вы волны. Я на Маслину готов скушать 50 блинов. Закушу их с добою. Похудеюсь попробую. Лапа! Где волшебные леса? Где бытуют чудеса? Знают дети без подсказок. Это? Заповедник сказок. Верно. Кожа масляничная. Анна. Пятый блин я слопала. На мне юбка лопнула. Пойду юбку зашивать, чтобы есть блины опять. Ну что, давайте похлопаем, что ли. Спасибо. Здорово. Частушки. Давайте напомним наше задание, которое мы слушателям. Продолжить частушку? Озадачили. А слушай, а может быть, не обязательно так, как вот придумает. Отлично. Придумает рифму наши слушатели, мальчик или девочка. Вот то, что получится, то получится. Ну, все-таки ладно. Давай, повторим. Как на масляной неделе из печи блины летели. Шире открывай роток. И давайте продолжение. У Сони отличная там версия, созрела уже. Залетай ко мне блинок. Залетай туда блинок. Ну, а пока радиослушатели думают рифму, вот тут уж не залезешь в гугл. Тут уж надо с собой придумать. Подумать. Некоторые придумали рифму, как у нас, наверное. И такие сидят расстроенные. Почему они за нас сказали? 211-101. Мы ждем ваших звонков. У нас еще есть призы. И призы, кстати, у нас еще есть от наших гостей, да? Да. Что мы можем еще разыграть? У нас есть замечательная кукла Кикемора. Это Кикемора Вятская. Именно она спустилась к Кикеморской горы. И сейчас у нее резиденция в заповеднике сказок. К 1 марта мы будем ее будить. Все массово, всенародно. А будет ее свистя в свистульке. Так что чем шумнее, чем ярче этот гвалтый шум. И трещет в свистульке. Вот я думаю, тут точно любая Кикемора проснется. А это что такое? Особенность этих свистулек, они, так скажем, не работают, пока не нальешь туда водички, да? Да, а когда наливаешь воду, они поют, как птицы. А вот это замечательные народные игрушки. Да, я просто старалась за свистительные вода. Осторожней. Это как дельфинчик, так и в фонтан. Я хочу презентовать такие наши забавинки. Рассказывай, что это такое? Это старинные забавинки, которые прекрасно работают и на современных детях. Вот давайте, Миша, возьми, пожалуйста, вот такую закидушечку. Закидушечка. Задача закинуть шарик в одно из отверстий. И если получится, то ты ловкий, смелый и молодец. Но второй наш соведущий тоже не отставай, у тебя есть еще одна закидушечка. Так, закидушечка, закидушечка, я поясню, это такая лопата, лопаточка такая, да, с тремя отверстиями. Или вот, похоже на факел. С привязанным на веревке шариком. А еще одна закидушка похожа на стаканчик, в который нужно закинуть шарик. Третья игра называется Волчок. Это то, что сейчас Соня в руках держит, да? В одной руке она держит такую разделочную доску. Очень походит, а второй рукой она крутит волчок на этой самой доске. В прошлом году, на следующей неделе, этот Карусель сделал такой проект, и у них тоже вот такие елы были. Они их выпускали сегодня. А давайте Владимир у нас попробуем. А вот эта досочка, она на секторе разбита, да? Да, не так покрутить. Для того, чтобы волчок мог пройти от первого сектора до последнего, не упав с досочки, и ведущий должен провести волчок по всей этой дорожке. А вот Владимира проверим ловкость рук. Сможет ли он калечину-малечину продержать до вечера на одном пальчике? Калечина-малечина? Да, такое у нее интересное. Калечина-малечина, интересно. Это какой-то гусар какой-то там на вышке. О, я нашла логичный способ решения задач. А, падает. Надо тренироваться. До вечера не получится, но после долгих тренировок точно получится. И вот на Масленицу ребятишкам разрешалось это играть, ну не знаю, круглые сутки, да? Да. Кто когда хотел? На Масленицу эти забавинки были особенно популярны, особенно их, они хорошо шли на ярмарках, их покупали на ярмарках, приносили домой, кто-то делал их вручную. А еще у нас много сегодня народных кукол представлено, которых тоже можно показать, если нас кто-то видит. Да, заходите, еще раз повторю, в сайтах кирова.ру, там есть видеотрансляция нашего эфира. Расскажите поподробнее, что за куклы вы принесли к нам сегодня? Это тоже яркие масленичные куклы. Что за барыня я держу сейчас в руках? Это яркая барыня, просто вот красавица-девица, а Соня держит в руках кукла Кострома. Ее ставили в окно, и если она стояла в окне, то, значит, в этом доме точно ждали гостей. И такой маячок, приходите к нам в гости. Ну, на Масленной неделе все друг к другу ходили в гости, поедали блины. Идешь, проходишь мимо какой-нибудь избы в деревне, да, видишь, что вот эта Кострома из окошка выглядывает. О, надо заглянуть. И вот эти закидушки пахнят, как из баньки. Так, а у нас вот эти фигуры еще. Давайте вот эту еще покажем. Масленичный столб. Вот яркая демонстрация любимой забавы. Вот что удивительно, в настоящее время эта забава остается по-прежнему самой любимой. И никакие айфоны, смартфоны не переплюнуты. В Порошино есть такая качель. А вот происхождение вообще столба, интересно, почему именно столб? Почему нужно на него забраться? Ну, не знаю, не проплыть там, не пробежать, не проползти, а именно забраться. Почему именно так? Можете пояснить? Почему именно столб возник? У этого тоже есть глубокие корни. Может быть, как-то ближе к солнцу, да, добраться. И это тоже. У кого какие версии? У нас звонок, да? Звонок! Так, мы не ответили на вопрос, напомните, я уже забыл, как называется четверг, да? А, нет-нет, продолжай частушку. А, продолжай частушку, господи. Привет, как тебя зовут? Севолод. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Давай ответ или продолжение. Давай. Аня, повтори, пожалуйста. Как на масляной неделе из печи блины летели? Шире открывай роток. Севолод. Будет вкусный нам блинок. Будет вкусным наш блинок. Будет вкусный, это вот досрочно, дословно, да, прям? Ну, вот это версия нашего радиослушателя. А как на самом деле у тебя там написано? А тут вообще... Много версий. Много версий, поэтому финал открытый для каждого свой. Севолод, мы тебя поздравляем. Мы тебе рекомендуем. Что мы порекомендуем, Соня? Мне кажется, надо порекомендовать уже книги «Секреты для мальчишек», потому что мальчишкам должно быть интересно. Севолод, интересная книжка, нам кажется. Давай мы тебе ее подарим. «Книга секретов для мальчишек». Согласен? «Отлично». Хорошо. Здорово. Я думаю, что мы еще успеем один вопрос задать нашим слушателям. 211-101. Давай, Саша, задавай вопрос. Нужно назвать другие названия масленицы, хотя бы два названия, чтобы засчитали вопрос. То есть так называемые синонимы, да? Ну да. Другие названия этого праздника. Минимум два. Ну давай хотя бы минимум один попросить. Нет, минимум два, потому что их там около 30. Около 30. Да, поэтому будет очень легко. Она такая мелкая. Итак, ждем ваших звонков. У нас остается буквально 4-5 минут до конца программы «Открывашка». Звоните 211-101 и отвечайте на вопрос, Саша, иные названия масленицы этого праздника. Продолжим. Вот ребят снова взяли в руки фигурки. Мне кажется, ничего не надо будут играть весь день мальчики, пока они собьют шапки. Слушай, не все потеряно, да? Не все потеряно. Не только интернет, не только гаджеты. Интернет это неинтересно. По этому поводу хочу сказать, интересное очень наблюдение. Десятилетие проведения масленицы доказывает, что настолько этот праздник близок к нам, настолько он задевает все-все наше нутро, все наши вот прямо вот корни шевелятся, начинает очень-очень любимый праздник. Интернет это неинтересно. Интернет неинтересно. Красный лозунг. Особенно, когда такое радостное настроение. Да. Когда начинает солнце светить, просто никаких спецэффектов абсолютно не надо. И удивительно, что самые простые вещи, игры, например, полежка, игры, например, там перетягивание. Что это за игра полежка? В середине хоровода ставится полежка, и хоровод начинает друг на друга перетягивать одну сторону другой. И кто первый сдевает эта полежка ногой, тот, соответственно, проигрывает и с хороводов бывает. И вот такая игра. А еще есть одна замечательная вятская игра. Так, осторожней только вы себе. Хочу ее прямо сейчас с ребятами провести. Да, давайте. Игра называется «Голосяночка». Вот наши ребята мне помогут. Так, я напомню еще вопрос. Иные названия масленицы? Минимум два, сказал Саша. Звоните, отвечайте. 211-1. Голосяночка принцип такой. Мы даем закличку, и кто как можно дольше вытягивает последнюю ноту, там у нас, какое будет слово? Тянуть. Тянуть. Вот это вот тянуть. Кто последний, у кого теребить, у кого последним закончится дыхание, и кто уже больше не сможет тянуть это слово, тот, соответственно, проигрывает, и того все-все остальные начинают щекотать. Ну... Понятно задание? Я немного болею, так что... Все... Ты выбываешь сразу? Все на счет, все на счет раз, два, три начинают тянуть. Я боюсь. Давайте мы... Давай, командуем. Попробуем. Три-четыре. А давайте-ка, ребята, голосяночку тянуть, кто не тянет, того теребить. Держим, 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 на последний. Держим, держим, держим. Так, 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 так. У нас прям победительница, я вижу. Команда, 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 финишировала. Да. Ну что, будем кого-то щекотать сразу, да? Друг друга щекотать. Вот, пожалуйста, можно в такую игру играть и девчонками, и мальчишками, и на переменках в школе. Пожалуйста. Прямо-таки. Ребят, ну, у нас программа скоро будет уже завершаться. Кстати, минута остается. Можете дозвониться. 211-101. Да, другие названия. Масленица. Так много хороших книг. Вот замечательная кикимора у нас еще от заповедника сказок. Мы хотим ее вам подарить. Можете получить офигенную книгу. Да, еще книжка есть. Вы-то как, ребята, будете в Масленицу отмечать? Скажите, пожалуйста. Есть много блинов каждый день, утром и вечером, а еще желательно днем в школе, если будут. А ты с чем блины любишь есть? Я с ветчиной и сыром. С ветчиной и сыром. А еще со сгущенкой и сметаной. Звонок! Миш, приветствуй нашего. Привет. Здравствуйте. Как тебе зовут? Есения. Сколько тебе лет? Семь. Отвечай на вопрос. Другим? Проводы зимы, встречи весны. Проводы зимы, встречи весны. Саша, тебе устраивает такое ответ? Не совсем так. Но все же. Но есть какие варианты? Таких, если честно, нету. Нету? Ну, Саша, озвучь, какие там у тебя варианты заготовки. Правильный ответ – масляная неделя или блиноедка. Блиноедка, масляная неделя. Но мне кажется, что все-таки ответ, прозвучавший от нашего слушателя, он логичный. Нет, ну так-то это логичный, да, ответ. Так что можно... Поэтому давай подарим. Дать. Давайте мы подарим ей куколку. Да, мы очень будем рады. Куколку такую красивую, кикимора. Ты хочешь получить? Да. Отлично. Отлично. Наверное, ради нее и звонила. Да, не клади, пожалуйста, трубку, мы тебя с масленицей наступающей поздравляем. Так, Миша, ты как будешь масленицу отмечать? Я блины. Блины? Со сметаной, со сгущенкой перемешанными. Все блины будут есть. А я много блинов не могу съесть. Но все-таки ты будешь их есть. Я, может, съем три. Ну, в частушке там сказано было, что на пятый блин лопнули, а я готов все семь блинов. А я три готова. Я могу десять съесть. Одиннадцать. Двенадцать. То есть у нас здесь такой аукцион. Двадцать. Да, ну, в любом случае, старайтесь не переедать, так сказать, и не только блинов. Ну что, нужно признать, что время наше истекает. Нам пора завершать программу «Открывашка». Еще раз давайте поздравим всех с наступающей масленицей. Стартует она завтра, будет продолжаться всю неделю. Кромким шумом давайте воскресаем маслицу. Пусть она пройдет весело, интересно, познавательно. Ну, а мы в программе «Открывашка» уже с новой темой вернемся в следующее воскресенье. Все верно? Да. Спасибо нашим гостям. Спасибо. Да, Анна Тюкова, Игорь Полтунов и Александр Смышляев. Ну и наши ребята. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Саша Копылевич, Миша Голиков. Всем отличного выходного дня. Слушаем программу «Открывашка» каждое воскресенье. Золотые слова. Спасибо, Саша. Всем всего доброго. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова